В современном мире роль женщины очень разнообразна. Мы уже наблюдаем, что женщины не просто мама или не просто преподаватель. По ходу своей жизни современные леди имеют очень много увлечений. И сегодня я приехала в гости в очень интересный образовательно-развивающий центр. Сейчас я хочу вас познакомить с идейным вдохновителем, с организатором, с основателем Центра Кристалл Оксаны Пивня. Рассказывай подробнее о Центре. Создался коллектив, и мы решили создать что-то такое альтернативное в направлении здоровья, красоты, психологии отношений, развития человека. Базовой такой основой мы взяли прогрессивное научное сейчас направление. Это Международная научная школа универсологии. Она даёт парадигму вообще для нового времени и даёт учение, практикоориентированное, которое можно не только узнать, познать то, что нас ждёт в будущем, впереди, в новом времени, но и тут же это применить в нашей жизни. В направлении здоровья мы предлагаем большие образовательные курсы. И для специалистов, которые нетрадиционной медициной занимаются, кто в сфере услуг работает, мы сотрудничаем и с нашей нетрадиционной медицинской академией. В здоровье с нами работает лучший диетолог города Фащей Ксюша. У нас ещё существует школа медитации «Баланс четырёх стихий» — это новая универсальная технология, где идёт работа с телом, где идёт работа с мыслью и с энергией. Мироголограммное моделирование здоровья, матрица здоровья по питанию — это курсы такие внутренние. Психосоматика здоровья — это курсы, опять же, групповые. Есть индивидуальные консультации, но очень много групповых, интересных, таких уже качественных, профессиональных программ. Андрей, я знаю, что по первому образованию ты медик, и ты пришла к тому, что улучшать жизнь людей на другом совершенно уровне. Я правильно понимаю то, чем ты сейчас занимаешься? Да, у нас очень классные есть такие профессиональные системные консультации наших психологов, да, и это такой универсальный и не совсем традиционный подход в помощи, да. Мы используем там и кардинальную психодиагностику, и актимический психофьючеринг, и астросистемологию. То есть много направлений, которые могут помочь женщине просто разобраться сейчас в какой-то трудной ситуации. Раз. Второе, для нас очень важно женщин устроить в коллективную динамику, потому что всегда легче меняться, обновляться, что-то улучшать в своей жизни, когда рядом с тобой есть еще тот, кто тебя как профессионал сопровождает, ну и тот, кто, в принципе, как подруга уже, да, в новом качестве может тебя поддерживать. Помимо всего этого, вы еще занимаетесь многими социальными проектами. Что это за проекты? Социальные проекты мы ведем уже более пяти лет, причем мы ведем под эгидой общественного большого объединения, называется это объединение «Единый простор». Мы провели огромное количество проектов по внедрению системы общественного самоуправления, это одна из тоже технологий универсологии, в системе образования наших школ города и области. Мы охватили больше, чем 260 школ города и области. И в этом направлении у нас сейчас работает проект «Дети детям». Мы помогаем все детские дома города и области, нас знают, знают как «Единый простор». В этом проекте мы помогаем не только материально всем деткам из неблагополучных семей, домов семейного типа, домов-интернатов, мы еще и работаем с этими детьми. Какие твои правила жизни? Я всегда встаю очень рано. Раньше в 6 утра поют птички. Моя задача побегать на тренажерах, моя задача сделать баланс четырех стихий, небольшую медитацию, чтобы настроиться на день грядущий. Это уже система, в которой я живу. И семья, которую я должна встретить. Завтрак – это всегда то, что я должна приготовить. Дальше – это насыщенный рабочий день. Причем он у меня так спланирован, когда мы уделяем время лично себе, когда мы уделяем время коллективу и команде, когда мы уделяем время общественным проектам, социально значимым. И вот в такой тройственности очень важно созидать, строить, жить. Я бы сказала, это тоже формула счастья. У каждого из вас, дорогие друзья, я хочу пригласить просто прийти в гости, просто ощутить энергетику, познакомиться с женщинами, которые здесь работают. И ваша жизнь поменяется. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам тоже большое. Очень была рада с вами быть вместе, беседовать. Обожаю ваш проект. Пусть он процветает, пусть он новыми гранями открывается, и пусть новые перспективы ему тоже открываются. Спасибо большое. Спасибо.